Я из тех людей, кто вышла замуж, чтобы рожать детей. Как бы в целом мне брак был не так сильно интересен. Когда я родила, у меня было стойкое ощущение, что меня обманули. Дети идут как бы с нами в путешествия, как бы. То есть не мы вокруг детей выстраиваем свою жизнь. Ты не высыпаешься, это нормально. Он орёт, это нормально. И вот ты просто себе повторяешь эту мантру, ты выбрала это, ты хотела ребёнка, да, ты не знала, что это будет. Я не понимаю, почему я плачу, а ты просто сидишь и просто рыдаешь. И Вадик на меня так смотрит, просто закрывая дверь, такой, я подожду за дверью. Вот, а я такая, да, 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 спасайся. Я реально заходила на сайты по «У тебя без плоди». Ребят, я хочу детей, я их очень сильно хочу. Привет, я в последнее время очень много общаюсь с девушками разных возрастов, с разным опытом, которые делятся со мной таким полезным, что иногда мне хочется включить камеру и транслировать это для всех. Поэтому мне очень захотелось позвать девчонок с разным опытом и пообщаться на камеру и пригласить вас с нами. Я верю, что наше общение в такой простой форме, наш опыт вдохновит, поможет, ободрит многих девушек. Не забывайте подписаться прямо сейчас, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень поможет вот этой новой рубрике. Приятного просмотра! Когда я родила, у меня было стойкое ощущение, что меня обманули. Я, честно говорю, в середине родов я вспоминала всех подружек, которые поздравляли меня с беременностью. И не по-доброму я их вспоминала, я думала, почему вы мне не сказали. Потом, когда я родила, достаточно было инстаграма какой-то Самойловой, которая после родов плоский, идеально, всё материнство. Если бы мне нужно повторить было это снова, я бы это снова повторила. В общем, инстаграм пестрил такими ванильными историями, и я думала, что-то со мной не так. На какой стороне были вы, кто чувствовал себя обманутым? Слово «все женщины мира меня предали» — это то, что я вот прям чувствовала. А эти курсы, которые я прошла до родов, вот это вот естественный процесс. Просто дыши! Я бы ненавидела всех этих преподавателей, хотя бы они и помогли, но я реально, у меня были долгие роды первые, там, 20 часов, и я реально в какой-то момент просто понимаю, что я так устала, что это никогда не закончится, и я не понимаю даже вообще, ну, как бы, за что просто. Это мне не очень важно, за что я сделала не так. Это, да, так что 100%. Чувство какого-то предательства было вообще, да, не знаю, как у вас. Когда я родила, я почувствовала себя самым счастливым в мире человеком. Я почувствовала, что ничего круче в моей жизни не происходило. Я рожала 24 часа, меня порезали, мне делали эпидуральную анестезию, но когда я родила, я попала в рай, мне показалось. Мне, я забыла сразу всю боль. Окситоцин переполнил мой мозг, мой разум, моё тело. Я лежала после родов, я тогда, это были нехорошие роды, причём я это поняла уже, рожая второго ребёнка, я поняла, что я знаю, что такое хорошие роды и плохие роды. Но я лежала в роддоме, ко мне заходит моя кушерка, мой врач, и я говорю, когда можно ещё раз? Когда я приехала домой, мне показалось, что это лучшее вообще, это то, для чего я рождена. Я рождена рожать детей, я рождена кормить их грудью, я рождена быть с детьми, мне больше ничего не надо. Я обожаю своего мужа, я увидела вообще своего мужа с какой-то новой стороны, с которой я его вообще не знала. Мне казалось, у нас до рождения детей не было жизни, не было любви, не было отношений. А рождение ребёнка, оно принесло нам вот эту полноту. Вот я из этой категории людей, и мне было так странно, что есть люди, которые такие, никакая боль не забывается. Я говорю, забывается? У меня же забылось, значит, у вас забудется. Ну, то есть вот этот вот моментик, что для меня, наоборот, было странно, что существуют люди, которые рожают, и они не рады, они не счастливы, они не высыпаются и страдают по этому поводу. Я говорю, типа, это же нормально, ты же родила, ну и что, днём поспишь? Я всем говорю, спите днём. А чего вы днём не спите? У вас же ребёнок спит, ложись спать тоже. Вот я из этого лагеря. Ну, а вот этот момент, когда вот заживают швы, ты можешь ходить, тебе нужна помощь, чтобы, ну вот, как бы ты даже ребёнка долгом не можешь держать, ну, потому что тяжело, ты прям сразу всё чувствуешь. Это было, типа, классно так, давай ещё пополеем. Очень низкий гемоглобин, меня не хотели добровольно выписывать из роддома, потому что я не могла стоять. Я падала в оморок, я упала в оморок в роддоме, я падала в оморок. Поэтому мы когда выписывались, мне сказали, ни в коем случае не оставаться одной. И мы выписались не домой, а к моим родителям, чтобы всегда был кто-то, потому что я могла шлёпнуться в любой момент. Мне было страшно ходить в туалет, мне было страшно вообще, ну, то есть, зная, что меня порезали. Это больше похоже на правду просто. Да. То есть, это всё было, то есть, роды, это больно страшно, порез, это страшно. Но у меня была очень классная подруга, которая, её тоже резали, у неё тоже был низкий гемоглобин. Она мне говорит, возьми зеркало и посмотри. Я говорю, нет, я говорю, меня разорвало, там взорвалась бомба. Никогда в жизни я не прикоснусь, не посмотрю, мне страшно. Она говорит, просто возьми зеркало и посмотри. Она говорит, я тебе обещаю, ничего страшного там нет. Я говорю, ты врёшь, этого не может быть. Я взяла зеркало, ещё у мамы, я помню, дома мне плохо, я бледная. А я беру зеркало и такая, а, ничего страшного и нет. Почти сразу? Ну, это дня 4-5 прошло. Ну, то есть, это не гематомы ссадины, это не зашитое, там, я не знаю, ничего, не кровица, ничего. Ну, то есть, никакого ужаса и кошмарного там нет. Но по ощущениям, конечно, из тебя вышел человек, и ты такой, всё, меня разорвало. И в тот момент я такая, а, ну так всё в порядке, значит, можно подмываться, значит, можно в туалет ходить. И потихонечку, потихонечку. Но вот этот окситоцин, я говорю, я не знаю, я его ждала, наверное, всю жизнь. И мне плохо, мне больно, мне, ну там, грудь не грудь, больно кормить, но мне это нравится. То есть, вот я смотрю на своего ребёнка, и мне плевать, что я не могу шевелиться, мне плевать, что я не могу ходить. И потихоньку мне, мы заказывали с Израиля какое-то жидкое железо, я его пила. Это как будто бы ты облизываешь ржавые трубы, вот прям вкус ржавчего ты его пьёшь, чтобы хоть как-то поднять гемоглобин, чтобы можно было уехать домой. Но всё равно вот радость, то есть вот это я вспоминаю, ну типа, ну было и было. А вот этот момент, когда ты лежишь вот с этим маленьким пирожочком, который пахнет своей ванилькой, такой, можно ещё 10 тысяч раз повторить. И это не проходило? Окситоцин закончился когда-то? Я долго кормила, и мне кажется, каждое моё прикладывание ребёнка, оно мне снова давало новую дозу. Я знаю, что у многих женщин наоборот, прикладывание забирает силы. Искры из глаз. Да, и наоборот, вводит в депрессию, и я знаю таких людей. А у меня наоборот, каждое прикладывание, мне кажется, я их поэтому и долго кормила, потому что потом я закончила кормить, сразу забеременела и снова жизнь далась. Так, теперь вопрос, можно как-то твою кровь забирать и распространять просто, мамочка? Ань, как у тебя? Я бы родила бы раз сто. То есть, мне сам процесс понравился. Я тоже, как все, наверное, первый раз заражала супердолго, и организм в шоке был, не понимал, что с ним происходит. Тоже была эпидуралка, вот, тоже ты не понимаешь, как там дышать. То, что научили было в теории, сейчас на практике как-то нужно засекать эти схватки и всё остальное. Вот, но я реально, вот, наверное, мой самый кайфовый момент, вот, из всего, да, вот, когда-то беременный, потом роды, потом вот кормление, там, вот, особенно налаживание лактации, когда-то будет такой, я сейчас тресну просто. Вот, ну, роды самый прям клевый момент, если честно. Поэтому я согласна, чтобы кто-то был беременный, а я рожу. Я не сказала, я ненавижу беременность. Я ничего хуже со мной, чем беременность в жизни не происходило. Дважды. Оба раза. Двух беременностей одинаковых не бывает, брешут, бывает. Двух токсикозов не бывает, бывает. Я обливала год, ровно год своей жизни я обливала. Девять раз в сутки. Я за две беременности 20 килограмм выбливала. Потом их набираю обратно, но просто ничего хуже, чем беременность, со мной нет. И мы шутим с Кириллом, что это называется баланс во Вселенной. У кого лёгкая воздушная беременность, у них адовые роды. А я просто молилась, думаю, господи, пусть это уже закончится. И вообще в целом, я боялась очень сильно беременеть вторым ребёнком, потому что я боялась второго токсикоза. И меня дико бесили все женщины, которые говорят, ой, меня чуть-чуть тошнит, запах курицы мне не нравится, у меня токсикоз. Ты не знаешь, что такое токсикоз. Это не запах курицы, про какую курицу ты говоришь. Ты просто встаёшь и блюёшь, ты пьёшь воду и блюёшь. Ты просто сутки напролёт тебя не существует. А токсикоз с младенцем на руках, это вообще горки, похлеще, не знаю. Проверим этот баланс. Вика, как твоя беременность? У меня были две разные, потому что первая у меня реально прошла очень хорошо, не токсикоза, ничего. То есть под конец беременности это просто было тяжело, уже кости болели, уже всё, просто хотелось родить. У меня потому что 41 неделя и 3... 41 неделя я рожала. А вот со второй у меня был не такой токсикоз сразу, как и договорчики. Но вот это чувство, что ты не можешь старшему ребёнку приготовить кашу с утра, я думала, а как вообще люди без помощи вообще-то делают? Ну то есть ты встаёшь, и я не могу насыпать ему в кастрюлю, налить водички и засыпать геркулесом. Потому что я такая, вуаля! И всё, убегала в другую комнату, потому что даже не видишь. И мне было очень страшно, и такое чувство, как люди... Ну то что первой не было, ну мне было нормально на второго решить. Я думаю, а как люди после этого вообще рожают? Ну то есть ты такой думаешь, а как это вообще можно пережить? Хотя даже не такой уровень был. Но было страшно, потому что ты чувствуешь, ну такую беспомощность чувствуешь. То есть ты понимаешь, что у тебя маленький ребёнок, которому ты нужна, сильная, там участвующая, эмоциональная. А ты просто лежишь пластом, и не то что встать, ты даже о мысли, что тебе нужно встать, тебе плохо. Ну как бы ты такой, ладно, и это только там второй месяц, ну как бы надо прожить. Так что да, токсикоз, конечно. Первая беременность, она не повторяется. Вот когда ты беременеваешь второй раз, и у тебя уже ребёнок, за которым надо ухаживать, ты вспоминаешь свою первую беременность, где ты мог полежать. И такой, классно, было. Да, да, да. Бесконечно, сколько нужно, не считай времени. Да, я как раз любила период беременности. И я думаю, вот это да, живот втягивать не надо. Шикарно. Я тут увидела Рилс, вот этот, сейчас его показываю, вам рассказываю. Девушка, беременная девушка рассказала нам с подругами, что она будет, когда родит, читать, значит, увлечётся ещё чем-то. Много всего делать, и там следующая нарезка, мы с подругами и ржём просто. А вот как ваша жизнь изменилась после рождения ребёнка? Было ли какое-то ожидание и реальность, или всё совпало? У меня точно было, вот, опять же, мне кажется, Инстаграм очень портит жизнь, потому что ты как-то, во-первых, что его запретили, просто, ты как-то просто, именно, да, смотришь вот эти вещи, и ты как-то себе планируешь какую-то красивую картинку, что ты положишь ребёнка в коляску, и вот ты будешь, да, он будет спать, ты будешь сидеть, вот, пить кофе, читать книжку. А тебя, во-первых, не предупреждает вот это пострадовое восстановление, что это будет не сразу, что тебе, например, ну, там, у меня ещё со швами была некоторая проблема, я полтора месяца не могла вообще сидеть, ну, то есть ты вообще в шоке. А потом, что ты, ну, не сможешь, потому что каждый плач ребёнка у тебя будет отзываться просто катастрофой внутри, что ты даже не сможешь просто посмотреть, ой, ой, что там случилось? То есть ты сразу взрываешься, что произошло? Опять что-то не так, он умирает, и ты побежал к нему, и ты там не то, что книжку не можешь читать, ты там, ну, в принципе, не можешь на чём-то сфокусироваться, то есть ты фокусируешься только на том, что там всё ли хорошо у ребёнка. Или, например, считаешь эти сны бесконечные, ты вот даже, вот он вроде же спит, и можно расслабиться, но ты считаешь время, он сейчас 20 минут поспит, 30, или это не тай бог, глубокий сон, и он поспит полтора часа, и какие-то ты не сразу просто привыкаешь, ну, расслабляться в этом состоянии. А кто подходит из вас и чувствует? Да, нет, 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 вот такого у меня как-то, кстати, вот такого у меня не было, но ты чувствуешь, что ты постоянно с часами, ты вот эти отслеживаешь, ты ещё не помнишь, какой грудью ты кормил, и ты 5 минут думаешь, что левую или правую сидишь, и вот эти думаешь, и даже если ты вдруг что-то начал читать, ну, ты уже не помнишь, что я там начинал читать, ну, как бы, потому что тебя какие-то мелкие вот эти штуки постоянно отвлекают, и, ну, а потом это время очень скоротечное. То есть время, когда и можно было бы читать, ну, ты там три месяца, потом ребёнок начинает переворачивать, его надо носить, показывать мир, или такой, ладно, а потом ты заставляешь себя спать, когда надо спать, потому что ты не знаешь, как бы, какой у него будет сон, опять же, и лучше поспи сейчас, пока можно. Так что, да, это, ну, я не читала книги, но вот с первым ребёнком, мне кажется, два года первых я прям жутко скучала, но я не могла читать книги, потому что я постоянно сбивалась и злилась, что я, ну, как вот эти вот... Кто-то говорит, кстати, тоже в инстаграме, хотя бы пять минут в день. Меня это раздражает, потому что мне становится интересно. Там классный сюжет, какое-то развитие, я возвращаюсь к книжке только через день. Я такая, да, я вообще не буду читать. Но в этом плане, конечно, я считаю, что беспроводные наушники, вот это то, что должны выдавать в роддоны. Да, 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 и робот-пылесос. Вот стопку подушек, робот-пылесос, наушники, вот эту вот подушку, чтобы ты как бы с ребёнком вот это... И наушники, вот они спасали, и я вообще открыла для себя мир аудиокниг, мир каких-то вот этих штук, потому что я до этого никогда не слушала. Это вот меня спасло, да. Спасибо, что смотрите это видео. Небольшая пауза. Мы с Антоном заметили, что мы ведём параллельно несколько проектов, но о них мало кто знает, потому что мы практически, о них не рассказываем. Решили справляться. У нас есть телеграм-канал. Если вы такие, что телеграм-канал, эта информация как раз для вас. И это не телеграм-канал, где мы дублируем всю ту информацию, которую вы можете найти в других наших соцсетях. Это уникальный проект тем, что мы каждую неделю берем какую-то тему и рассуждаем о ней в сфере семьи. Призвание, эмоциональная близость, качественное время вместе. Мы отвечаем на вопросы, которые вы нам задаете. В общем, там очень классно, с юмором и с пользой. Подписывайтесь, ссылка будет в описании. У меня я выпадала из жизни вообще в беременность. Я теряла работу, друзей, служение. Все, что я делала, не существовало во время беременности. Поэтому с рождением ребенка у меня начиналась просто новая жизнь. Я не могу сказать, что жизнь до беременности и после... Потому что беременность для меня это... То есть меня не существует. Я не работаю, я не читаю, я не делаю ничего. Поэтому рождается ребенок, и я могу потихонечку начинать жить. Я очень люблю фразу о том, что материнство это навык. И я писала книгу «Сначала обними себя» и как раз начинаю с этих слов о том, что материнство это навык. И то, с какими данными мы вступаем в материнство, оно очень сильно разнится с подружками, с мамой с вашей, и вообще с кем угодно. И у меня был очень большой опыт условно материнства, родительства со своими братьями и сестрами. Поэтому для меня было странно, почему, когда девушки рожают, у них не так классно, как у меня. И я делилась об этом в книге и брала консультацию психолога. И вообще изучала этот вопрос, «Почему не все так же счастливы и пищат и забывают всю родовую боль? Что с ними не так? Или почему я такая классная?» То есть я пыталась изучить этот вопрос и описывала его в книге. И я добралась, почему не все чувствуют себя так же хорошо с первым ребенком, как я, и что с этим делать. И если вдруг вам интересно, вы можете прочитать мою книгу или послушать ее. Она есть в аудиоформате, что актуально для мам. Наушники. Включил. Это как раз та доза крови, которую вы просили от Евы. Ссылку мы оставим в описании. И у меня был этот навык до рождения своих детей. Я сидела с трехмесячным братом одна, когда родители были в командировке. Я сидела с болеющими детьми. Я бессонные ночи с болеющей мамой и вставала к ней. Поэтому мне беспроводные наушники. Я во время рождения первого ребенка прошла несколько онлайн-курсов. Я очень много путешествовала. Я просто брала рюкзак сына. У него еще проблемы с кожей были. Тогда визы были, просто вот так получались. И мы просто каждые три месяца брала рюкзак. Мы куда-то уезжали. И мне было супер-классно. Я и работала, какие-то онлайн-проекты делала. Было супер. Со вторым ребенком, конечно же, чуть-чуть все сложнее, потому что тут у одного кризис, у другого не кризис, кружки не кружки. Ты просто в какой-то момент просыпаешься водителем своих детей. Я своей жизнью речь не идет. Но это происходит как бы не сразу после рождения. Но вот у меня из-за того, что моя жизнь менялась на 300% во время беременности, для меня рождение ребенка это облегчение. Потому что я наконец-то могу хоть что-то делать, хоть какую-то помощь, принимать, искать какие-то альтернативы. А пока ребенок во мне, и я страдаю, никто не поможет. Никто за тебя ничего не сделает. Мне кажется, вот тут тоже, когда я слышу, брала ребенка, путешествовала. У меня просто два парня, они рождались сразу крупные. Четыре стоя, понятно, очень быстро на молоке набирали. Я просто, вот когда говорили, да бери ребенка, иди просто там, или еди. И такая, да я физически не костеопат. И поэтому для меня, когда сейчас некоторые, или вот опять же, я вижу рился, и я понимаю, что с какими-то детьми, это правда, и зависит очень много от физических возможностей мамы. Я понимаю, что у меня были моменты, я думала, вот сейчас еще пять минут, и мне точно хрустнет какой-то позвонок. Потому что такие, ну парни, у меня прям разъедались, такие очень тяжелые были. Поэтому я понимала, что для меня выход из дома, это больше реально нагрузка, и больше, что я потом буду отходить от этого, прям еще всю ночь лежать, как-то вот так. Потому что вот это восстановление, особенно после первой беременности, ты еще такой, хе-хе, да сейчас все быстро, ты еще не думаешь ни о восстановлении, ни где-то у тебя спина, ни где-то таз у тебя вернулся на место, не вернулся, ты там пошел. И вот еще с тяжелым ребенком я понимала, что для меня эти выходы просто, я прям умираю. Я такая, я лучше посижу дома чуть-чуть, ну до какого-то момента, когда он хотя бы начнет в коляске сидеть. Потому что если ребенок еще не сидит при этом в коляске, вот эти вот красивые, вот эти вот гуляют, и вот эту коляску везешь, он на тебе, и ты вот гуляешь, вот так, выгуливаешь коляску, и ты такой, ладно, мы просто посидим дома. Поэтому я, например, даже от дома далеко не выходила, потому что я понимала, что ну мне же эту коляску обратно тащить, и мы вот тут рядышком где-нибудь погуляем. Поэтому, да, я очень завидую людям, у которых есть возможность, ну то есть у них как-то со слингом, вот этот слинг, шарф. Господи, я просто, знаете, ну как бы я попробовала один раз, но это, ну короче, с большим ребенком, или я не научилась, или я вот не понимаю, как можно одной рукой его держать, ножку подкручивать, и я такая, все, спасибо. Я вчера прочитала новость, как человек запутался, одевает штаны. Вот, они хотят этот огромный шарф, и вызывал спасателей. Вот. Просто меня насмешила, потому что мне казалось, я в слинге тоже такая, ааа, помогите. Кто-нибудь спасите меня. Да, да, да. Мне, наверное, самое сложное было понимание, вот как по-новому перестроить свою жизнь, потому что была ты как будто вот до появления ребенка, и потом очень много не, как бы, не работала. И как бы, как ее по-новому вот найти себя, да, и мы плюс, ну, продолжали быть пастрами, то есть я ни разу не была вот в декрете, да, чтобы я там, например, там реально вот как бы спала там днем, то есть у меня были там какие-то встречи с людьми, мы постоянно с ребенком, у нас тоже были, прям с первой дочерью у нас гигантские проблемы, просто были там с кожей, она прям, у нее были гигантские раны. Короче, эти все доктора, ну, в общем, как бы гормональные какие-то, если ты чувствовал, окситоцин, я чувствовала радость, но вместе с тем вот эти вот перестройки, да, гормональные, когда-то у меня не получалось кормить, ну, короче, то, что ты там, я помню, у нас один раз мы сделали такую ошибку, больше не делали. К нам приехала мама Вадика, вот, я ее очень люблю, но в тот момент, когда ты как бы вот реально гормонально неадекватен, да, и у тебя какие-то процессы в организме, и я помню, я такая, я не понимаю, почему я плачу, а ты просто сидишь и просто рыдаешь, и Вадик на меня так смотрит, просто закрывает дверь, такой, я подожду за дверью, вот, и я такая, да, да, спасайся, я так говорю. Ну, короче, и для меня, наверное, вот самый такой сложный момент был понять, как типа по-новому выстроить свою жизнь, там, с сослужением, с призванием, с ребенком, вот мы еще тогда, наверное, вот как раз на окситоцине мы пошли получать теологическое образование на год, и мы в этот момент, то есть сентября мы учились, в конце ноября у нас родилась дочь, и мы, короче, в воскресенье утром, я помню, как она просто вставала в 4 утра, ну, она вот, как бы, у нее график такой был в 4 утра, и я помню, мы вот, кто-то из нас шел там, ее развлекал, потом она засыпала в 7, мы вставали, готовились к церкви, ехали в церковь, приезжали, делали домашние задания, там, какие-то работы, писали что-то еще, просто кто-то засыпал вот так вот, слушая лекции, ну, короче, просто очень было сложно, ну, в плане, вот, перестроений каких-то, вот, потому что, опять-таки, никто не говорит, как бы, ну, и мне кажется, это реально индивидуальный путь у каждого, но мы всегда верили, что дети идут, как бы, с нами в путешествия, как бы, то есть не мы вокруг детей выстраиваем свою жизнь, понятно, что это еще один человек, у него есть там свои потребности какие-то, да, и все остальное, но мы пытались вот нащупать очень долго в этот момент, как теперь, как бы, какая у нас динамика теперь будет, вот, и на самом деле, ну, ты не задавала этот вопрос? Да. На самом деле, я понимаю реально, вот, какая роль папы может быть, потому что, если отец, как бы, не вовлечен в плане, там, ну, вот, дать маме поспать, да, пойти погулять с ребенком, там, или дать маме спокойно в душ сходить, а не на три минуты, когда ты с намолен головой, он там где-то кричит, ты такой, а-а-а, быстрее, быстрее, ладно, бальзам сегодня, рекомендиционер. Ужас, когда ты понимаешь, ты в душе, и тебе кажется, что ребенок кричит, и ты такой, Валь, там все нормально, все нормально, никто не кричит, а тебе прям слышится, это чувство ужасное, просто, да. Да, вот, поэтому я, конечно, ну, прям, роль отца, она прям, может очень колоссально снимать вот эту вот какой-то тревожность, да, и в этот момент сложностей, в плане, когда только ты можешь помочь вот ребенку, да, когда он маленький, то есть ты его кормишь, там, ты, там, контакт какой-то, да, налаживаешь с ним, мне кажется, роль отца, она прям очень сильно играет значение вообще в контексте всей семьи. Вы говорите все практически о том, что ваша жизнь перестраивается, и нужно, ну, вот это все урегулировать, и научиться жить уже с ребенком. Но при этом было ли у вас ощущение, а может быть и елость, что ваша жизнь как будто бы ставится на паузу, как будто бы все остальные живут, особенно сейчас, когда соцсети есть, и ты смотришь, один это делает, другой это, это, а ты такой дома сидишь, сидишь, и толком выбраться. Ева ехать, и я, на самом деле, у меня прям был вопрос, потому что, не вопрос, а ты тоже слушаешь, там, типа, продолжать еще учиться, господи, я просто, мы в этом семинаре учились, я понимаю, какая там учеба, и вот для меня больше вызов был, наоборот, стопорнуться, сказать, так, типа, ребенок, мне нужно вообще понять, что такое быть мамой. Я вот, например, из-за того, что была активным служителем, естественно, такое, все, знаете, вот эти вот, ушел в 6 утра из дома, пришел в 9, в 10, в 11, поспал дома, встал, ушел. И после вот этого ритма, ну, мне было ужасно сложно приду, как это, себя вдохновлять, понимать, что этот маленький человечек, что ты мама, тебя сейчас никто не заменит, хотя хотелось вот эту вот планерку, особенно, кто-то, может быть, не знает, у меня сестра двойняшка, с которой мы все делали всегда вместе, и ее жизнь не изменилась, и вот это было самое ужасное, чтобы понимать, у меня параллельно проходит вот моя жизнь, которая не то, что стопорнулась, а мы, это был, мы еще, я родила как раз в, как его, господи, ковид, когда был, то есть нельзя было выходить вообще, ну, то есть все, и у Леры ей выписывали специальный пропуск на работе, чтобы она могла ездить на метро, чтобы она там, то есть вот у меня вот параллельно ее суперклассная жизнь, и моя, которая просто, ты такой, мне надо поднять ребенка, опять его укачать, и это ваше, важно, и это соту раз в жизни важно, и ты такой, ну, мне было ужасно сложно, мне, наверное, на седьмой месяц, это не даже тоже была, ну, какая-то там депрессия, но, знаете, ты просто пересознаешь, что там, например, ну, подруги к тебе не приедут, ну, вот как бы, и не то, что ты даже, ты до них не обижаешься, потому что люди... Ну, они такие, они уж и подруги. Да, да, потому что люди просто в какой-то другой реальности, они, ну, как бы, не понимают, что у тебя вот этот день сурка бесконечный, у них-то так же недели бегут, они успели кучу всего, у них там работает, и ты как бы... Наш, как-то отрелся, пойдемте на пляж, но у меня дети, бери детей, и ты такой, да, да, вы не пожалеете об этом, да, и вот этот, у меня, наверное, седьмой месяц был, когда я понимала, что все, ты просто сидишь, и ты, знаете, во вселенной, ты не то, что ноль, а тебя просто не существует, и вот ты просто себе повторяешь эту мантру, ты выбрала это, ты хотела ребенка, да, ты не знала, что это будет, но ты как бы это выбрала. Я помню, вот ты реально гуляешь с ребенком, рыдаешь от того, что ты не видел людей уже миллион лет, тебе хочется поговорить на какую-то взрослую тему. Пятерочки, да. Ты хочешь, но ты вот это повторяешь, я это выбрала, я это выбрала, но очень сложно, поэтому, как бы, для меня, с одной стороны, очень понятны люди, которые выбирают продолжать активничать, потому что, ну, правда, очень сложно перестроиться, ну, ты, тебя заряжают, будь активным, будь классным, и такое ощущение, что, ну, так и легче, ты лучше, реально, лишних два часа потаскаешь ребенка, отдохнешь, но зато, но с другой стороны, выбрать чуть-чуть отдалиться, это тоже очень тяжело, ну, вот, как бы, и до сих пор, ну, мне до сих пор тяжело, я, вот, знаете, я все жду точки, когда я привыкну, ну, все, типа, жизнь не такая активная, вот мне до сих пор тяжело, как бы, но ты вот это вот, я выбираю быть с детьми, я выбираю быть с детьми, так что, так, до сих пор, ну, сколько времени прошло, мне до сих пор сложно, да, как бы. У меня очень волнообразно, то есть, с одной стороны, я очень люблю себя с маленькими детьми, я нравлюсь себе, мне нравится быть дома, мне нравится устраивать быт, с другой стороны, когда дети подрастают, я такая, а кто я вообще без детей? А кто я? Вот сейчас, а если у меня не будет больше детей, я чем буду заниматься? Все, я, ну, как бы, вот там, садики, не садики, школа в следующем году, и ты такой, а я вообще... Собака! Да, собака! Или надо срочно рожать, или надо... То есть, вот здесь есть такое чувство неполноценности, что в какой-то момент я вообще кем стала? Ну, получается, из-за того, что у меня дети, все поменялось. А иногда ты сидишь такой, думаешь, как я это люблю, я не хочу ни на какую работу, я ничего, я хочу дома просто обустраивать быт, готовить, по кружкам возить, гулять с подружками, а потом опять садишься и думаешь, где я, кто я, а потом нарисовывается какой-то классный проект, и тебе не с кем оставить детей. Это вообще моя любимая история, что вообще не с кем. Муж не может, мама не может, няня не может, никто не может, и ты такой, значит, проекта нет. Все, значит, ты не едешь. И вот это чувство, что, ребят, я не еду. Почему? Потому что у меня дети. И у меня, у меня на мужа было очень много обид. Как у тебя на сестру, особенно в ковид. У меня ребенок, я закрыта дома, а у него пропуск и кофе, и машина, и вообще все супер. И я такая, в смысле? Почему я сижу, а ты нет? Мы должны все страдать. Такая история была. Ну и вообще в целом, что вот муж у меня может уехать когда угодно, куда угодно, в любую командировку, на любой конец света. Да, он спросит у меня разрешение, но все мы знаем, что нет, ответить нельзя. Да, да, да. Как это? Два, пишу, и сколько там будет? Три момент. У вас когда прошло вот это чувство, что вы расстраиваетесь, если что-то не получилось? Вот потому, что первый раз, вот ты, например, назначил какую-то встречу, я плачу. У нас просто есть шутка, что типа, хочешь узнать, когда у ребенка полезут зубы, назначил встречу с подружками. Это вот прям у меня работает всегда. И вот как-то, но у меня вот сейчас я уже научилась не расстраиваться. Такая типа, ну не получилось. А я научилась не страдать во времена болезни детей, кстати. Вот есть такая тема, что я стараюсь не отменять свою жизнь, если вдруг какие-то болезни какие-то, недосыпы, еще что-то, я наоборот в этот период приглашаю помощь максимально. Но это вот мой был такой выход из положения, когда у меня было много всего помимо детей. В целом, если дети болеют, это как раз время позвать няню и уйти оттуда. Ну в какой-то, не всегда. То есть есть время, когда я наоборот с детьми заземляюсь, а есть время, когда нет, дети болеют, значит им нужен уход. Особенно если какие-то понятные, там сопли, кашли, на улицу нельзя, никуда нельзя. Но дома не тущат, как вы. Да, но дома тущат, мозг выносит. Квартиру разрушают. У всех у нас уже есть по двое детей. А с первым ты переживаешь вот этот паузу, когда весь мир продолжает двигаться, а ты как будто застыл. Ты почему-то соглашаешься на это добровольно, об этом мы еще поговорим второй раз и кто-то третий. Вот. Но со вторым ты уже это проходишь легче. Может быть у вас есть какие-то вот оглядываясь назад, себе самой советы или что помогло вам второй раз прожить этот период легче для тех девушек, которые смотрят и сейчас находятся в периоде, люди, что все, моя жизнь закончена, она теперь всегда будет такой, я теперь не выберусь из дома и вот это вот все. Может быть. Встречает мать троих детей. А повтори вопрос. Шучу. Мне кажется, что, ну я в принципе у меня вот не было какого-то декрета, да, и я в принципе поняла, что я прям люблю движ, и у нас в прошлом году Вадик уезжал на месяц, так вышло, что он выгорел и уехал на месяц, да, а я такая, а почему я не могу? Можно это сейчас подробнее обсудить, правильно? Да, да, он мне там присылает фотографии, то есть он вообще как бы первый раз вот в нашей какой-то пастырской жизни, да, он месяц вообще ничего не знал о церкви, то есть он прям как бы запретил себе, там удалился со всех чатов, то есть как бы он прям был в декрете. Да, и мне вот если честно, я прям, с одной стороны было тяжело, с другой стороны я прям кайфовала, то есть не потому что ты реально вот собираешься, да, я вот думаю, какие женщины клевые, вот ты, не знаю, собираешься, да, и ты просто вот там какой-то у тебя прям план завоевания этого дня, у тебя расписание, да, понятно, что ты, не знаю, расстраиваешься, когда кто-то болеет, да, потому что вот ты как бы, ну, дома там, например, все остальное, вот, но я прям, не знаю, кайфовала от движа, вот, мне нравилось там, например, детей там не просто выходной дома, да, провести, а реально вот их куда-то собрать, поехать кому-то в гости, или поехать там в детскую комнату, или поехать вообще в аквапарк, например. супер-женщина, тебе дети позволяли это делать? я их не спрашивала, я сейчас объясню, у меня родился, надо просто уточнить, наверное, я родился первый сын, я предполагала, что моя жизнь изменится, но при этом я не оставляла мысли, что я продолжу работать, только посмотрю, как у нас режим настроиться. В итоге я попала в такую историю, что я просто не понимала, что происходит. Он не спал, то есть вот я поняла это, когда родился второй сын у меня, вот этот сладкий период, когда он только ест, спит, и ты восстанавливаешься, у нас с первым сыном этого не было. Он кричал, он не спал, я видела тех, кто гуляет с колясками, думаю, как вы это делаете, потому что мы выходим, он просто визжит, он просто орёт, я не понимала, как люди продолжают жизнь, потому что я всё это себе говорила, не мы для детей, а дети для нас, и они входят в наш режим, но иногда нервная система у ребёнка сильнее от твоих планов, и я помню, как ко мне приехала мама помогать, и я в первый день, когда она взяла ребёнка, она его каким-то образом успокоила, напекла блинчиков, я впервые за, я не знаю, за сколько месяц, да, да, открыла значит ноутбук, включила что-то, и щёлкнула мама на заднем фоне, я такая, вот, что, вот, неужели, я вот вот так вот, на что мне отвечает девочка, говорит, я за первые два месяца, четыре, за первые четыре месяца столько сериалов пересмотрела, просто такая, как это происходит, у меня просто четыре няни, знаешь, он просто спал, у нас не спал, и как бы я не хотела взять его и поехать, это физически не было возможно, вот ты рассказываешь эту историю, я понимаю, что это что-то на нереальном языке, у тебя дети спали, они тебе позволяли вот это всё проворачивать. То есть у тебя, например, три ребёнка, или когда вот Вадик уезжал, это было сколько детей, во-первых, трое, уже в прошлом году было. Да, но у них уже у всех режим плюс-минус один, ну, да, 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 там зубы остались у последней, вот, но, да, у них режим более-менее, ну, уже, да, один был, то есть они днём спали, например. В одном дне, да? Вот, да, у нас старшие были в школе, старшая в школе, потом средняя в садике была, ну, единственный момент, вот ты собираешь там младшую, да, отводишь всех, вот это вот утреннее безумие, ну, я просто, как бы, Юрьеве рассказала, я встаю в шесть, да, вот, и, ну, просто организовываешь там себя, раскладываешь им одежду, там быстренько, как бы, причесываешь их, всё. Просто если вопрос, вот, ты говоришь, как поддержать мамок, которые оказались вот в этой ситуации, мне нужно, ну, мне кажется, важно сказать, что всё, что у тебя сейчас происходит, это нормально. Да. Он спит, это нормально. Ты чувствуешь себя хорошо, это нормально. Да. Ты не высыпаешься, это нормально. Он орёт, это нормально. То есть в целом нужно принять, что то, что у тебя сейчас происходит, это норма, и просто нужно понять, как облегчить своё состояние сейчас. Если он спит, самое время искать комьюнити друзей, обучение, или какие у тебя вообще интересы в этой жизни, те же социальные сети использовать во благо себе. Я недавно собирала мастер-класс, и туда пришли, как получилось, одни мамочки. Они трындели весь мастер-класс, обменялись контактами друг с другом, пошли в гости, и ты такой, люди нужны друг другу, мамы нужны мамам, бабушки бабушкам, и все, то есть нужно понять, что именно действительно тебе сейчас поможет. То есть если ты не спишь, чем можно, вот эта данность, вот ребёнок такой, там, гиперактивный, эмоциональный, гиперчувствительный, или наоборот, там, болезненный, потому что там иммунитет какой-то, что мне сделать, чтобы мне сейчас было легче? Попросить мужа о помощи, или вставить свой график два часа, когда неважно, что дома происходит, меня там нет. Или, ну, то есть просто сесть и подумать, а какие у меня варианты? И понимать, что это закончится. То есть вот этот период младенчества, он адский с точки зрения нагрузки, которая накладывается на женщину, на маму, на ребёнка, на вообще семью, но это закончится. Они потом вообще в школе будут через 7 лет, ты не вспомнишь, то, что было, это очень быстро, это безумно быстро. Да, это у кого-то 7 лет карьеры, но это очень быстро. И просто сесть и понять, я сейчас от чего страдаю? От того, что меня нет в обществе, что я могу сделать, чтобы быть в обществе, вот, при наличии ребёнка, который никогда не спит? Что-то можно сделать или нельзя? Ага, какой я себе срок даю, например, чтобы не сойти с ума? Чья помощь мне сейчас нужна? Мне нужен муж, мне нужна няня, мне нужен психолог, или мне нужен сериал, это нужно тоже самой себе ответить, потому что многие из себя не знают, что ты хочешь, а ещё не понимают, что он хочет, и не понимают, что муж хочет, и вот вы все собрались, никто не знает, что хочет, только он орёт, а вам просто плохо. Здесь это нормально, потому что всё поменялось, семья новый состав, как было, не будет, но и так, как сейчас, тоже не будет. Он всё равно вырастет, хотим мы этого... Какой вырастет, тут уже вопросики. У меня вот сын дерётся, матерится, и вот это вот всё, вот первый мат ребёнка. Я такая, верните мне младенцу, когда приходит соседка, и говорит, ваш сын избил моего со спины, и ты такой... Тимофей, бей с лица. И это получается, то есть будут другие проблемы, будут другие звонки, другие слёзы, другая усталость. Просто понимаешь, что тебе сейчас, ты что хочешь, чтобы быть счастливой, тебе что надо? Пойти на домашнюю группу, сходить в кафе, в кино, кофе, или ты хочешь выспаться? Ну вот, и просто честно себе на это ответить, и честно искать варианты. Понятно, что там много упирается в финансы, в финансовое положение семьи, в то, как ведёт себя папа. Ну, это взрослая жизнь. Да, да. Надо понимать, что ты уже мама, и ты решаешь эти вопросы. Если тебе нужна помощь, то ты её организовываешь. Ну, кстати, очень классно про помощь, потому что, мне кажется, вот у нас есть какие-то ожидания, да, или вот как бы навеянные там разными социальными сетями, или как было у кого-то, да, какие-то примеры реально вот спокойных детей. Я, например, вот то, что мы говорили до вот этого всего, что у нас тоже супер, ну, как бы, такие энергичные, динамичные дети, все, втроём. И мы когда, я помню, уезжали на несколько там дней, мы оставляли своим друзьям наших детей, и они такие встречают нас просто, они, ну, взрослые наши друзья, они такие не расчесываются, такие, заберите своих детей, да, ибо наши такие спокойные, то есть ты посадил, да, их дети там что-то лепят, раскрашивают, наши просто, их дом вот так вот переворачивают, и они такие, у вас они такие подвижные, такая, да, и все втроём. Но я думаю, вот, ну, у меня, по крайней мере, было так, что я прямо ключом взяла для себя просить помощи, то есть реально люди не читают то, что ты уставший, насколько тебе плохо, то есть как бы они реально, вот у тебя за улыбка может реально скрываться, вот такая глубочайшая усталость, потому что ты не выспался, или ты один как бы не был там уже долгое время, и просто просить помощи, то есть это не слабость, это наоборот сила, и наоборот в этом вот ключ, да, есть очень классная пословица «It takes a village to raise a child», то есть тебе нужно целой деревне, чтобы вырастить ребёнка, то есть тебе нужно реально много людей, которых ты можешь вовлечь в свою жизнь, просто там, например, там, помочь, да, час там посидеть с ребёнком, ещё что-то там, просто походить, погулять с ним, ну, короче, то есть, ну, для меня, по крайней мере, было ключевым вот вовлечь в свою жизнь больше людей, не в плане как пастор, потому что как пастор ты отдаёшь, а тут ты такой, типа, а теперь мне нужна помощь, ребят, вот, чтобы со всем этим справиться. А также, если нас смотрят девушки, кто ещё не забеременел и мне с детьми, а у вас есть такие подруги, просто будьте чувствительнее к тому, чтобы прийти на вязаться и сказать, всё, давай, отдавай мне, иди просто полежи, иди просто в душ сходи, иди, потому что пока ты не в этой ситуации, ты не понимаешь, да, 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 приходить в гости с едой, моя любимая вообще, да, 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 подруги из детей, которые приходят с едой, просто, лучше, да, 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 но ещё мне тоже помогает ещё читать про разный возраст всё-таки, что у человека, ну, у ребёнка потребность какая-то, да, потому что ты вот читаешь, ну, то есть, тебе кажется, вот он, ну, каждый раз, когда вот особенно кризис, да, как меняется тебе кажется, это всё, это конец просто жизни, а потом ты читаешь, кризис, это когда ребёнок реально делает огромный скачок в развитии, и ты видишь, как твой супергерой растёт, и тебе как бы, как будто психологически с тебя снимают нагрузку, что это плохо, то есть, тебе когда говорят, смотри, вот он сейчас орёт и бьётся там, не знаю, ногами вот так лёжа об асфальт, прикинь, это круто, и ты такой, круто, ну, ты такой сразу мационально расслабился, и ты можешь к этому, ну, по-другому отнестись, и я вот, когда начинаю какие-то такие штуки маленькие читать, мне как-то будет, как будто всё-таки легче, ну, всё классно, и плюс, мне кажется, всё-таки классно найти хотя бы, может быть, не близко, потому что вот моя история, у меня нет близко вот людей, которые бы мне могли помочь, не там, ну, сестра, моя сестра, ну, как это, я всегда шучу, что я бы её просто убила, если бы она мне не помогала, я её заставляла, генерал, вот, и всё такое, но если вдруг, ну, такого нет, то мне кажется, всё равно, ну, классно найти их где-то, просто найди маму хотя бы примерно с таким же ребёнком, как у тебя, и когда ты, вот, у меня есть подруга, мы с ней общаемся только по переписке, мы не видимся вживую, потому что мы там, Москва, расстояние, но когда я ей пишу, например, там, о, у меня там дети опять заболены, она такая, а мы в больнице лежим, и тебе так сразу, знаете, у тебя как будто, это не то, что злорадство какое-то, да, 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 а ты понимаешь, что это материнство, это жизнь, да, 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 ты сейчас не одна, знаете, у всех, да, да, все сидят в кофейне со своими детьми, а вот ты одна, у тебя, вот, ты болеешь, а ты, ну, написал кому-то ещё, тебе сказали, слушай, у нас тоже то же самое, поехали, и тебе уже как-то легче, ты такой, ну, держимся, держимся, типа, ну, два сообщения, и мне кажется, ещё надо, знаете, тоже позволять себе просто прорыдаться иногда, потому что ты в первый год ребёнка, ты когда вот рыдаешь, тебе вот подступает, ты же это сдерживаешь, ты такой, нет, пойду там поем, пойду посмотрю что-то или что-то, а тебе надо вот просто вот эти эмоции, усталости, ну, вот просто сесть и спокойно прорыдать, такой прорыдал, и пошёл в новый день опять то же самое, и вот когда, чем раньше ты себе позволишь вот этот вот выход эмоций, мне кажется, тем вот будет, ну, тебе проще, ты такой, просто сейчас я их уложу и порыдай, потому что у меня были моменты, когда я прям ждала, чтобы дети заснули, ну, спокойно, ты такой садишься и просто тихонько рыдаешь, да, просто, да, потому что ты вспоминаешь все эти моменты, когда ты на них сорвался, а вот тут ты не выдержал наорал, а вот тут ты хотел бы ещё побольше поорать, если бы честно, я вот сейчас бы тебе, да, сказала кое-что другое, чем я тебе сказала, и тебе надо, просто ты вспоминаешь всё, и рыдай, и рыдай, и уже всё супер, ну, как бы уже будет легче, да? Вернёмся чуть-чуть назад, когда вы только-только вышли замуж, через сколько вас начали спрашивать, когда родите? На следующий день. И как вы относились к этим вопросам? Ну, у нас, я, кстати, не помню, просто мы, вот мы с мужем, у меня было 27, кажется, уже 27 катастроф, у меня уже было всё поздно, поэтому люди не спрашивали, шучу. Ну, ты ещё рожать собралась? В смысле, ты беременна? Да, 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 да. А в том, вот жизнь. Это так-то. Ну, родители, конечно, но это святое, мне кажется, мама, это, в принципе, ты как бы таки мужа ищешь не для мужа, а чтобы именно родить, потому что, ну, вот, реально, то есть всё равно кого. Главное, вот, чтобы был, вот, ты родил, и у тебя, вот, в старости был кто-то, но как-то это, мне кажется, у них, да, у них как-то это заложено, что, типа, вот, должна быть семья, должны им родить. Ну, мамы не считаются, ладно, родители. Да, вот мамы не считаются. А в остальном, ну, у нас было какое-то супер-мега-адекватное общество, вот у меня не было такого, что прям настаивали, типа, когда... Мне кажется, вы просто попозже женились, и уже чуть-чуть произошёл просвет, особенно в христианском мире. Да, да, да. Я частично тоже занималась этим просветлением людей, потому что я как раз выходила замуж в то время, когда это было святое, а через 9 месяцев после брака спросить, а где дети? Да. И, ну, спрашивали сразу, типа, на полном серьёзе сразу. И я из тех людей, кто вышла замуж, чтобы рожать детей, как бы, в целом, мне брак был не так сильно интересен, нам и дружить было классно. Привет, Кирилл. Но рожать детей я собиралась сразу. И я это, ну, как бы, ну, я обозначала, и вообще, в целом, причина выходить замуж, я хочу детей. И когда жизнь показала, что не всё бывает так, как ты хочешь, вот эти вонючие вопросы, блин, у меня уже двое детей, всё равно неприятно. А потому что все такие простые, а ты такой, ребят, я хочу детей, я их очень сильно хочу, каждый месяц хочу, а их нет. И ты такой, тебе смешно, а мне нет. Но потом я стала изучать эту тему, и, ну, многие психологи говорят, что если тебе больно от того, что тебя об этом спрашивают, тебе нужно лечиться. типа, проблема не в обществе. Я не согласна. Я тоже. Тут есть такое поверье. Ну, тебе реально есть там, почитать комментарии, все-таки, ребят, тебя не должно это оскорблять, ты должна, например, сказать всем, я не могу иметь детей, и всё, и тебя не должно это сдевать. Ты такой, ну, супер, класс, не рабочая тема. Ну, короче, про детей. Я вот из того века женатиков, которых спрашивали сразу, и у нас их не было 4 года, и 4 года это был ад. Ну, типа, ничего хуже, чем сфоткаться, а вот эти, не скрывать живот. Ну, типа, представлять, насколько нужно скрывать живот, когда у тебя их нет, а все их ждут, и ты ещё медийный человек, и все такие, а что ты тогда ведёшь социальные сети, если тебе вот так всё это неприятно, и я тогда взяла за свою миссию говорить о том, что если с вами не заговорили о детях своих, спрашивать не надо. Если это не консультация у гинеколога, у репродуктолога, это не твоё дело, будут они или нет, это тебя не касается. И, ну, конечно, есть классная тема, но это опять, это для проработанных. Например, когда у тебя уже есть ребёнок, все считают, ну, ты, значит, можешь иметь детей, значит, можно продолжать спрашивать. Кто вам сказал, что если у человека есть ребёнок, значит, у него ещё могут быть дети. И тут другая, ну, то есть у меня есть много подруг, у которых есть дети, которые мечтают о детях, и они не могут их иметь. И это тоже такая ложная, ну, как бы, история ложная. Это кажется, что, ну, раз у них есть ребёнок, значит, всё нормально. Не значит, ты не знаешь, какой ценой им дался ребёнок, не знаешь, какое лечение было пройдено, не знаешь, какое чудо Господне восстановление и всё остальное. Поэтому вопрос, а когда второй? А когда третий? А когда четвёртый? Даже он может быть болезненный, хоть это и смешно. Ну, то есть это, наверное, смешно, когда у вас трое спросить, когда четвёртый. Но это может быть не смешно. У меня было, когда первые мы женились, и у нас, ну, у нас лично так получилось, что у нас несколько пар, которые вот в церкви, с которыми мы общались, они как-то со всех сторон говорили, типа, дайте себе годик хотя бы пожить, а потом детей. И мы как-то с мужем сразу договорились, так что, типа, давай годик без детей, а потом уже посмотрим, как там захотим. И вот, получается, мы год были там на миссии, и вот мы такие, ну, типа, вроде как уже готовы, да, можно. И у меня вот первый, а я, ну, как бы, получается, мой муж, это был мой первый и половой опыт тоже. То есть я, как бы, вообще ничего не знаю об этом, там, какие-то, ну, типа, циклы, не циклы, вот эти штуки. И у меня первые два месяца не получалось забеременеть, хотя мы уже, я помню это такое ужасное чувство, понимаете, я реально заходила на сайты по «У тебя бесплодие», там, типа, у тебя, потому что, хотя это всего два месяца. Ты здоровая, и с тобой всё в порядке. Я, типа, ну, кинеколога всегда было всё нормально, ты просто в таком, ужас, это, ну, не знаю, были два худших месяца в моей жизни, когда ты такой, типа, а ты же ещё в фильмах вот эти «Случайная связь», ты сразу прям такой, как люди вообще беременеют? Да, у меня вообще, как люди вообще тогда беременеют? И вот когда на третьем, опять же, ну, там, опять же, 27 лет, понятно, организм, наверное, надо было как-то там раскачаться, попасть, я же ещё не знала тут, обуляцию, я вообще, понимаете, ноль было просто. И вот эти вот два месяца, когда я думаю, если бы меня тоже так начали, ну, то есть мне самой, мне надо, не надо было спрашивать, я вообще, я такая, знаете, с мужем не разговариваю, потому что я не поймаю, как с ним разговаривать об этом. Ну, типа, мы не забеременели, и опять не забеременели, и ты такой, да блин. И, конечно, на третий месяц, когда там вот этот тест, ты увидел всё, ты как-то выдохнул, но вот этот момент, особенно с первым ребёнком, ты же вообще не знаешь, как это всё работает. Поэтому лучше, правда, я супер-мега-согласна. Я ещё очень много общаюсь с девушками, и очень многие девушки переживают потери. И ладно, когда ты просто не можешь забеременеть и ждёшь, это тоже больно. Но когда ты только потерял ребёнка, и просто твоё любопытство какое-то может такую рану полоснуть от того, что она сейчас проживает просто ужаснейшее время в своей жизни. Поэтому никакой интерес не стоит того, это, опять же, просто твоё любопытство. Есть плод духа воздержания. Вот скачайте в себе, пожалуйста, вот этот навык, этот плод, чтобы он вырос у вас огромных размеров, и не спрашивайте никогда ни у кого про беременность. Вот. Это просто обязанно вывести мыли обсудить. Молоточек. У нас тоже, кстати, вот момент с беременностью. Я, наверное, лучше бы поняла Авраама. И в Библии говорится, да, про Авраама, который там ждал ребёнка. Но я думаю, там ничего не говорится про Сару, которая как бы не могла забеременеть, да. И я думаю, ну, как бы, про неё там не упоминается. Ну, в принципе, в Ветхом Завете про женщин редко упоминается. Вот. Но вот я, ну, реально представляю, какую боль вот она испытывала, да, что она там, например, служанку отправила, ну, как бы, ну, хоть как-то, да. Я вот, ну, я не способна. И у нас тоже, мы забеременены на пятый год. И у меня тоже были вопросы, не знаю, к Богу какие-то мои. Там, мы же пасторы. Там, мы реально, ну, отдали свою жизнь на служение Богу. И ты не понимаешь, что происходит, там, ты начинаешь изучать, там, все эти календарики, да. Ты понимаешь, что календарик не работает. Вот, реально, мы практически уже были на каком-то старте идти, там, к репродуктологам, узнавать, там, что с нашим здоровьем и всё остальное. И я вернулась с конференции женской. Ну, и это всё реально накладывается вот на отношения с мужем, потому что ты, ну, становишься, не знаю, у тебя вопросы какие-то. Ну, короче, сложно это всё. Поэтому момент, когда действительно вас спрашивают, и у нас уже трое детей, да. И я когда езжу, мы едем с семьёй там в лифте, к нам кто-то заходит, обязательно вопрос, да, за четвёртым, за мальчиком пойдёте. Мальчик, мальчик срочно. Ты такая, нет, мы не пойдём, мы не чувствуем себя ущербными, потому что у нас нет мальчика. Ну, реально. Или это, ладно, когда спрашивают, а когда утверждение, вам дочка надо? Нужен мальчик, да. Или дочка, да. Посмотрите, я думаю, вот если вам надо, пожалуйста, рожайте. Да. Мне нравится, как будто бы я сама решаю. Вот сейчас же, когда мальчик делать, ну, давайте в мальчиках. Да, да, да. Так, вернёмся чуть-чуть, а не вернёмся. Опять вперёд, промотаем. Да. Первые роды. Легко ли вы приняли своё новое тело? Ох. У меня, короче, была проблема со швами немножко, там что-то, ну, короче, там швы что-то не до вытащить, там же нитками кто зашивает, их надо было тогда им не идти вынимать, что-то там не до вытащили. Короче, у меня была ужасная проблема, потому что это чуть-чуть затянулось ещё в первый раз. Ладно, со второй ты уже знаешь, что всё заканчивается, всё проходит. Да, да, да. В первый раз это было просто бесконечно, это длилось бесконечно, слава богу, со мной была мама, которая помогала, потому что мне кажется, ну, то есть, ну, сложно было. И вот этот вот момент, когда ты своё тело вдруг воспринимаешь, ну, знаете, раньше ты там качал пресс, чтобы быть красивым, а теперь тебе нужно заниматься собой, чтобы оно вообще работало, ну, потому что ты ходишь по стеночке, у тебя низкий климоглобин, чтобы не упасть, у тебя тут всё болит, у тебя там ещё вот это вот всё восстановление, и ты просто привыкаешь, что ты некрасивая молодая девушка. А что ты функция? А я тоже, ты вот некрасивая молодая, ты привыкаешь, что ты некрасивая молодая девушка. Я такая думаю, вот это силоприятие. Не молодая. Я даже, вот как бы, что твоя грудь, знаете, это функция теперь. ну то есть что это вот ну твое тело это не то что ты сейчас оденешь что-то особенно взгляды типа вот ты же там молодая мама да на тебя это все продолжает смотреть по старому о как она после родов типа похудела не похудела а я например после родов была такая худая как никогда в жизни из меня все сразу вот после родов после этих мучений ушло и не возвращалась очень долго я в принципе как бы но было очень худой типы когда мне люди делали комплименты такая стройная но мне было прям больно потому что вы не понимаете у меня нет сил вообще и вот это вот сама привычка что ты стал функцией поэтому я даже знаете иногда немножко есть такое осуждение немножко знаете например вот родившая девушка там выкладывать что-то там или кормить например знаете как-то там или что-то не там вылезли что-то там все сразу начинают вот это же неприлично а люди просто не поймать что она сейчас не думает поймать она сейчас функция это просто грудь как-то еда она даже не думать что там что-то сейчас курица ты как бы должен тебя это должны может быть немножко не подумаешь что ты должен или быть ну муж который мягко осторожненько либо там что-то прикроет намекнет либо кто-то близкий но если со стороны ты думаешь что вы не понимаете я щас реально ну как бы вообще это не некрасивая ну смысле не с точки зрения красоты сейчас ты функция все и вот это принять было немножко сложно потому что тебе например надо заниматься и уже не просто вот да не просто ради красоты а просто чтобы тебя кости на место стали я хочу красиво чтобы было и вот это сложно да какие-то моменты что ты функция все как бы вот кажется в роддоме конечно первый шок потому что опыт у меня был большой материнство но целый не помню как выглядела мама потому что вся по-разному выглядела классно выглядит но вот ты родил ребенка и подходишь к зеркалу а живот остался я обалдела как вы не в курсе что это но это если первые впечатления после родов что в целом тело но но и так то подростки то гормоны то еще чего то я там толстая то худая но здесь ты понимаешь ты родил ребенка и уходишь с животом и тебе еще место уступают метро ты такой это было тяжеловато но ведь я я рано все равно родила первого ребенка и тело как-то самой делала все там что-то сама всосалась а вот со вторым ребенком ну я запарилась уже принимать свое тело одну потому что ты понимаешь что такие вот тех джинс которые были пять лет назад не будет никогда в твоей жизни ты уже что-то не делай их не будет у тебя просто другие размеры другие кости и здесь здесь нужно зрелость по всем фронтам то есть одной стороны там и возраст меняется и в целом все меняется и дети все меняют в тебе но у меня периодически случаются эти гонки умру но вернусь в ту форму в которая была вне зависимости от чего а потом включается любовь к себе и что я родила и выносила двоих детей я не должна выглядеть так как я выглядела без детей мое тело не должно выглядеть так об этом у меня нет детей с чего я взяла что у меня не должно быть растяжек кто-то не напомнит что оказывается к не скажет шлифовку не хочешь дихоньку ты говори ты смотришь что кто-то может выглядеть так же как и до родов но здесь мы возвращаемся потому что все разные организмы разные и правда у всех тоже разные потому что это может быть генетика но ты будешь всех убеждать какая-то молодец на или ты можешь быть молодец но при этом генетически тебе действительно это очень тяжело дается или тебе повезло или не повезло здесь у нас очень разный анамнез очень разная история у нас очень разные данные первоначальные и я очень сильно не люблю когда кто-то уверен в своей правоте на сто процентов то есть и такой я просто не ем там не знаю жиры белки и поэтому вот вы не будете жрать ты не знаешь что будет если тот человек не будет жрать или ты не это занимается спортом для нее этого благо если я начну заниматься спортом и органы просто вывалиться из на и здесь можно сколько угодно говорить о том какой ты правый я думаю что каждый надо просто найти свой способ быть здоровой в первую очередь то есть вот кости и тазовое дно мышцы это все очень очень важно в целом для жизнедеятельности если мы хотим через 40 лет ходить без подгузников это очень важно действительно заниматься этим и это не про красоту а про здоровье как ты сказала что важнее чтобы кости были на месте но принять себя здесь мне кажется многие не рожавшие себя не принимают здесь это уже тогда после будет еще с даме но я благодарна тем женщинам которые вот мне начали попадаться в соцсетях которые снимают себя после родов в этих трусах и с этими животами почему я говорила раньше когда я рожала потому что я я вообще не поняла что происходит с моим телом и мне было очень сложно а еще была девушка которая постоянно меня троллила самых не зная об этом вот когда я выложила первый раз что я в тут сериал смотрю она грелла я столько пересмотрел и так что же такое и ее комментарий был что очень ее люблю у нас хорошие отношения но сама того сама того не подозревая она не такая а я вышла из роддома это есть тогда еще беременна была дородовым животом сразу же я такая будет ну что и не спортивная и в общем выхожу я с таким животом и такая простите и мне мне было тяжело и впервые начала худеть потому что раньше я не знала что такое белки жиры углеводы я много всего не знала что знаю сейчас к сожалению поэтому девушки если вы сейчас не замужем или не рожали пожалуйста делайте уже сейчас упражнение на тазовое дно не качайте пресс качайте мышцы тазового дна вот это лучше вам пригодится если это единство что вы это стоит мне даже чисто похихикать у моей мамы пять детей и она меня убеждала всю жизнь что если качать пресс то живот вернется сам у меня всегда были кубики просто сверху не вернулся сам или у меня у мамы пять детей у них ни одной растяжки у меня растяжки сразу я еще отросту растяжки появились уже были растяжки и тут ты понимаешь что ты можешь быть убежден в любой проводе в любой в прессе в кабы живу ты не знаешь что будет у тебя но тоже мужа вообще тоже опять же супер огромное потому что с одной стороны во первых это человек просто нужно понять на кого ты фокусируешься на твоего вот человека который с тобой живет все это видит и ценит что с тобой происходит ему нормально но если он как бы вот принимает тебя все хорошо или на тех вот там 200 300 500 тысяч подписчиков которые поставят лайк и на самом деле твою фотку забудут через три секунды и вот если фокусироваться просто но вот на твоих близких людях которые вот рядом с тобой тогда ты выдыхаешь типа ну как бы он же видишь что с тобой происходит особенно если ну там парни проходят этот весь период восстановления они никто ну если адекватный молодой человек который действительно любит но он никогда не предъявит за какую-то там тебе растяжку когда мы ведем да что ты там блин вообще как ты там все это переживала и понятно но всему свое время опять же тело восстанавливается себя надо учиться любить но именно не правда не теряну не тиранит себя потому что все уже мне кажется психологи сказать что вот ты как только чуть-чуть себя полюбишь она сама гадана вот все тело начинает восстанавливаться но плюс мне кажется вообще понимать что ты ну как бы все ты уже зато женщина это тебя будет украшать это ну классно хотя опять же правда сложно сто процентов особенно пера после первого ребенка потому что ты не знаешь потому что после 2 согласись ты там уже вышел даже если что-то там такой другом фокусируешь думаешь да все там у тебя еще тем более старше ты вообще не успеваешь думать в принципе ничего а вот после первого но дать себе время и вот фокусироваться на том что твой человек рядом тебя любит и вот его любви тебе должно достаточно быть никто тебя там лайкает никто тебя там прокомментирует а вот его любви тебе на данный момент должно быть сто процентов достаточно это прям мне муж сам того не знаю устраивал терапию и до сих пор устраивает это неважно вот на девятом месте беременности когда я чувствую себя просто тюленем но вот всей женщины мне кажется на девятом месяце чувствуют себя ну безобразно вот и потом когда ты не принимаешь себя он когда бы я не переоделась не проскользнула как-то вот полу раздет он всегда мне свистит и это вселяет в меня уверенность хоть я это даже перекрывает мою не любовь и не принятия самой к себе едко да нормально любовь которая тебя есть она намного прекрасней чем те эти там комментарии какие-то лайки которые ты там или фотка который ты хочешь выложить в instagram у меня была тема что вот ты лежишь он уже устала там какой-нибудь тяжелый день у тебя конь то здесь вот гулька какая-нибудь футболка какая нашлась когда мужская такая красивая или такой пойду 3 1 сразу это конечно очень важно что если мужья не поддерживают я не знаю как себя занимаем и сочувствуем я могу сравнить люблю сравнивать семью как лодка и кто-то думает что можно сохранить брак тем что ты родишь детей и ты так удержишь мужа и вот это вот все сколько мы в фильмах это смотрели слышали но для меня дети это как вот лакмусовая бумажка то когда твою лодку спускают на воду и все то что у тебя была пробита она начинает просто заполняться водой был ли у вас в отношениях кризис с мужем когда начали появляться дети как вы с этим справлялись до сих пор вот уехал на месяц нет ну был естественно был потому что мы все равно искали как по-новому будет о чем я уже говорила да как мы будем функционировать как семья как мы будем делиться там своем предназначении но мне кажется чем раньше ты это примешь до что по по старому уже не будет там твое тело уже по старому как бы не будет по прошлому как бы вот то есть это как бы уже это перевернул страницу и также и семья и мне очень нравится вот адекватность моего мужа в том что он действительно всегда говорил что это наши дети ну как бы ну то есть и твои мои то есть это не я родила ребенка себе и теперь как бы это моя проблема до заботы там все остальное понятно что он меньше вовлечен потому что он там не может кормить грудью там и он как бы не мама да но все равно вот эту вот роль и что мы вдвоем родители то есть мы всегда вдвоем старались когда один как бы такой менее адекватный становится второй подхватывает и такое все 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 там иди отдыхни иди там в ванне полежи и иди там ну короче прогуляйся все стоновия но научились наоборот чувствовать больше друг друга и потребности друг друга понятно что всегда были какие-то вот крайности да когда тебя ну вдвоём там устали да Например, один из моментов – это реально усталость. Я понимаю, что мы вдвоём можем уставать очень сильно, и мы любим друг друга, мы желаем друг другу только самого лучшего, но из-за того, что мы устали, мы не в ресурсе, не в потоке, ни в чём, мы просто здесь расплюснуты. И вот прям, я жёстко скажу, закрывать рот и не давать каким-то вещам, разрушать вашу семью, а наоборот понимать, что сейчас не время для каких-то выяснений отношений, даже мелкой ситуации, чего-то нет дома, еды или чего-то ещё, или какое-то ожидание. Просто об этом не разговаривать вот сейчас, поговорить об этом через день, через два, через три уже нормальными. И действительно, мне кажется, мы повзрослели просто. С детьми просто ты взрослеешь, и ты такой, ну как бы вот всё, вот так вот теперь будет, у тебя теперь трое детей, собака, ты несёшь за них ответственность. И с одной стороны, ты как бы взрослый человек, то есть ты реально отвечаешь уже, у тебя очень много ответственности. С другой стороны, ты, ну, наслаждаешься в этом всём. Вот мне нравится твоя аналогия с лодкой, что действительно, ой, здесь пробоина, там, давай её латать, да, потому что всё равно ты движешься в этом, как бы, путешествии. И там то одно, то второе, то третье, но ты с этим делаешь, как бы, лодку, наоборот, крепче. И если эти заплатки креативные, какие-то разных цветов, то, наоборот, прикольнее становится. Мне кажется, ещё с детьми сложно, когда вот приверять отношения, что ты же не знаешь себя с детьми. То есть ты, например, до детей, ты такой, ты же служитель, ты христианин, у тебя долгое терпение. И даже с мужем же, но это вы всё равно можете, например, уйти. Но даже вот если вы, там, поссорились, не знаю, кто как решает проблемы, там, ну, вы вот всё равно, это чувство, что ты взрослый человек, если что, я, там, ну, я так никогда не делаю образ, говорю, я, типа, на три дня уеду к маме, ну, если что. А тут с ребёнком вы не можете уйти, как бы, ну, то есть ты его не одашь. И тут ты не понимаешь, насколько ты слабый человек из-за ребёнка, что ты вот настолько уставал, как ты не уставал никогда. Если в молодости ты не спал ночами, тебе казалось, ну, не посплю ночами. С ребёнком не спать ночами, это совсем другое дело. И тут вот начинаете, у нас, например, с Валей, вот первый ребёнок, было всё очень круто, потому что как раз был ковид, и так никуда нельзя было. Мы вдвоём на одного ребёнка, если что, можно было отдать, поменять. Один посмотрел, второй, а так, ну, в смысле, поменяться между собой, мы вдвоём дома, так, ну, как бы классно. Вот со вторым ребёнком у нас было несколько событий жизни сразу, мы там дом строим, это просто вынос мозга. Один ребёнок, которому там три года, ну, там, плюс-минус, вот в год, когда второму был год, вот у нас был как раз кризис, это был пять лет. Это как бы был не кризис, а, знаете, для меня был, наверное. Валя, потому что ты даже, может быть, не заметил, а вот он просто так устал, что начал со мной как-то по-другому разговаривать. Ну, представьте, человек, который для меня всегда, типа, вот мне что-то нужно, Вика, пожалуйста, там, что-то, а тут он мне, знаете, не то чтобы стал грубить, а, типа, ну, ты можешь сама сделать? А для меня, ну, знаете, ну, мне, типа, пять лет меня носили на руках, и тут мне просто, типа, говорят, а можешь сама сделать? Он меня не любит, всё. Ты вот просто, ну, опять же, самое ужасное, что ты не сразу это понимаешь, это же копится, у тебя куча, типа, старший, младший грудничок, которого там надо постоянно укачивать, там, ситуация в стране, стройка, и ты просто, тебе кажется, что что-то рушится, а вот, ну, моменты сесть и поговорить нормально, ну, ты как бы, слава богу, из-за того, что есть, и ты учишься разговаривать, и ты такой, смотри, что-то идёт не так. И даже разговор вы ещё не поняли, что идёт не так, ну, как бы, ну, что-то идёт не так. Но у нас вот этот, было пару, ну, месяцев, когда я реально, вы знаете, вот, он мне со мной разговаривает, а я прям плакать хочу, потому что он никогда со мной так не разговаривал. И ты понимаешь, что ты так думаешь, ну, вот что он сейчас сказал, ну, как бы, типа, не важно, что он сказал, важно, как он это сказал. Я такая, ну, такая, типа, а что происходит вообще, типа, а что, ну, как бы, а у меня, как бы, такие, знаете, как бы, такие, мне и мне от него нужна помощь. То есть ему нужно всё разгребать в жизни, но и мне нужно ещё больше, чтобы он меня, и меня вытаскивал из второго ребёнка, из вот этих вот всех, а он уже просто не может. Ну, потому что у каждого человека есть какой-то лимит, которого он не знает, и ты не угадаешь, где он закончится. И вот это вот, и, слава богу, какие-то вот эти там моменты прошло, как-то мы, я не помню, как мы это поняли, но когда я просто поняла, что, слушай, да он просто, ну, как бы, устал, ты такой, ладно, мне, как бы, типа, не то, что от этого легче, и он всё равно не имеет права со мной так разговаривать, но ты как-то думаешь, ну, нужно просто пройти. Потому что, как только вот ребёнок чуть-чуть подрос, вот тоже к вопросу, к тому, что дети растут и становится легче. Вот как только ребёнок чуть-чуть... По-другому. Да, по-другому. Да, по-другому, очень хорошее уточнение, да. Ну, вот чуть-чуть стало по-другому, например, ну, у меня, я вот, у нас из-за того, что очень тоже активные дети, я, например, не представляла какие-то там первое время, что я останусь с двумя дома. Ну, то есть я думаю, что я бы просто сошла с ума там через три дня. Ну, приходит период, когда я такая, первый раз осталась с детьми двумя дома, такая, ого, как круто, типа, я могу, Валя может уехать, типа, там, на целый день поделать какие-то дела. И ты такой, ну, классно же, классно. Просто вот бывает момент, что ты заканчиваешься чуть-чуть раньше, чем этот момент. И вот чтобы его понять, ну, как бы, ну, нужно, опять же, как бы пытаться разговаривать, не закрываться и жить в этом моменте. Мне кажется, если вы без детей не умели разговаривать, то с детьми вас ждёт фаталити. Потому что, во-первых, вот всё, что ты говоришь, ты никогда не знаешь, кто себя как поведёт, кто насколько устал, и вы будете мерить со усталостью. А если у вас ещё и нету в привычке делиться друг с другом мыслями, переживаниями, эмоциями, вы не умеете решать конфликты, то с детьми это, ну, это лодка, которую вот дырявую на воду спустили, как ты говоришь. И здесь понятно, что нельзя быть 100% готовыми к детьми, нельзя не хотеть детей, там, если у вас какие-то конфликты, это нормально, что вы хотите детей. Но здесь вопрос, если есть какие-то незакрытые вопросы, если вы не умеете разговаривать, или вы переживаете о финансовой безопасности в вашей семье, и вы молчите об этом. Вы чувствуете себя незащищённой, там, он чувствует себя незащищённым, но вы молчите. То с рождением ребёнка этот вопрос не решится. А ещё будет меньше времени, больше трат, и всё, что мы не знаем, что будет. Как вы себя будете чувствовать, какой у вас будет гормональный фон, каково будет ему, какую роль он займёт, вы не знаете. И если нету привычки говорить, то с детьми очень тяжело. И как вот это вот, типа, дети спасут ваш брак, о нет, о нет. У нас, кстати, всегда в семье была, ну вот, мы не ложились отдельно спать, вот даже если мы поссорились, да, у нас нет вот этой фишки, типа, примириться, пока солнце не сядет, да. То есть мы можем, как бы, там, помириться, да, но разговор об вообще вот этой всей ситуации, да, мы откладываем на более, как бы, адекватный момент, потому что один раз мы реально ссорились до трёх утра, и ты просто понимаешь, что Вадик заснул, ты тут изливаешь сердце, а он такой, и вот, поэтому это было непродуктивно, и мы, получается, переносили. Но вот с детьми, например, я понимаю, что вот сейчас к нам приходит, когда Ева, не ты, ночью, я к вам не захожу, я к вам спать. И, короче, приходит Ева, это наша младшая, и вот она просыпается, она приходит к нам в кровать, и мне реально лень её, как бы, ну вот, отводить в её кроватку, там, и с ней сидеть, всё всё равно, да. Да, да, да. Короче, я встаю, я иду в гостиную спать, потому что мне, я хочу, чтобы меня никто не пинал, никто не трогал во время сна, я суперчутко сплю, я иду просто в гостиную на диван спать, и мне комфортно вот реально досыпать там всю свою ночь, да, которая осталась одной, как бы, на диване. И у нас нет каких-то моментов, да, что вот мы спим отдельно, всё остальное, то есть тут как бы мы ищем способ выживания какой-то, вот, поэтому реально, не знаю, какие-то вот моменты, как ты можешь, вот, коммуникация, мне кажется, суперклассный момент, это прямо основа, вообще основа жизни и выживания любого брака, особенно, когда дети есть. Просто мы тоже, мы же, ну, как бы, опять же, есть же много прекрасных подруг, у которых мужья разные, и ты тоже можешь как-то обидеть, рассказывая, ну, то есть у меня, например, изначально, вот, у меня муж на удалёнке работает, то есть он вообще прям много дома, да, я вообще считаю, ну, как бы, что, как это сказать, такой плюс огромный сразу, да, но, а у некоторых там, типа, говорят, типа, а вот ты можешь мне с ребёнком ночью, ну, типа, не мешать спать? И такая, если бы мне муж такое сказал, его бы не было уже дома. Я бы уехала к маме, а ты делай с ним что хочешь и посмотришь. Да, 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 да. Ну, то есть, да, то есть есть какие-то вот такие моменты, которые есть, во-первых, не взрываться самой, ну, объяснить, как бы, всякие моменты, но вот эти вот научиться разговаривать и, ну, показывать, правда, вот это то, что сложно, и понять, что, ну, он же, правда, тоже ничего не понимает, как тебе там, что с тобой происходит. И, опять же, может быть, у него там в семье, ну, он, ну, может, не было младших братьев, сестёр, и он реально с детьми никогда не имел отношений, думать, ну, как бы, все же справляются, и ты справишься, как бы, и ок. Ну, потихонечку нужно просто там, ну, вовлечённость разная у пап очень сильно, поэтому вот эти разговоры и ставить какие-то границы и говорить, что для меня это принципиально там, ну, тоже какие-то... Классно об этом поговорить ещё до детей и обсудить. Вот смотрите на наш разговор и на разговор подружек или как у подружек, которые есть, у которых есть дети, вот мотаете на ус, и потом со своим мужем до свадьбы, до планирования детей, да, вы просто обговариваете. Я это вижу так, я это вижу так, а то ещё и классно поговорить до брака об этом вообще. Слушая ваш опыт, зная свой опыт, и мне кажется, вопрос, который у зрителя появляется, как и почему вы решились на второго ребёнка, а кто-то на третьего? Ну, слушай же, всё это непросто, но тем не менее, женщины снова и снова идут на это. Почему? У меня у нас с мужем ответ, что возраст с полтора года, вот там до трёх, это просто нечто. Я просто, понимаете, мы реально родили второго ребёнка, чтобы ещё раз пережить этот возраст. То есть мы настолько, вот Михея, это старший сын, он настолько был прекрасен, что мы прям понимали, но мы не сможем без этого жить, потому что начинаются эмоции, слова вот эти, вот его какие-то, знаете, словечки, которые он употребляет, как-то смешно. Ну, короче, это в целом, они на всё реагируют, им всё интересно. Ну, понятно, то есть есть какие-то, по бытовым штукам становится легче, потому что его не надо подмывать каждые два часа. И, ну, то есть он уже там потихонечку, ну, какие-то моменты, что больше, короче, вот эта вот муторность ухода за ребёнком реально превращается в большую какую-то взаимодействие плюс. И его можно реально уже хоть, ну, ну, чуть-чуть кем-то там, ну, оставить, правда. Короче, то есть ты так уже не трясёшься, что он умрёт, если ты выйдешь за две. То есть как бы тебе морально легче, он безумно интересный. И, короче, сейчас вот у нас второму сыну два года, и мы как бы уже по нему скучаем. И Валя мне такой, не, ну, нам нужен второй такой, это есть второй. Ну, потому что, потому что, вот эти вот то, какой он прекрасный, вот ну, как бы я вот и реальный вот этот возраст. А они потом тоже классные, то есть Михея, мы до сих пор, ну, как бы то есть мы там все ещё любим. И у каждого возраста, то есть мы сейчас узнаём какие-то штуки, но вот эти вот с полтора, ну, до трёх. Это просто я обожаю вот этот возраст, который, мне кажется, вот, знаете, как я, я шучу, реально всем говорю. потратить этого возраста стоит рожать детей точно это вот у меня есть младшая сестра и у нее ребенок мы очень часто созваниваемся особенно она там не стучи это хочу еще детей это лечится игры нет это не лечится и у меня это тоже не лечится и ну я в целом всегда думал что у меня будет очень много детей реальность конечно показала что это не просто ты не можешь больше трех поместить в обычную машину например вызвать такси полететь куда-то это если мы берем вот вот такие обширные вещи но вообще дети это не просто мне как-то казалось что это попроще особенно там в плане ответственности развития если ты хочешь действительно вкладываться в своих детей тебе нужно время посвящать ребенка и я чуть-чуть ну как выходить из многодетной семьи у меня есть недостаток внимания родительского и всякие такие штуки которые я вот сейчас во взрослом возрасте пытаюсь добрать и мне хочется всем детям дать много и дать качественно и дать правильно и не распыляться но вот это чувство что они уже самостоятельные и я хочу еще она не лечится я бы я почему жла в довольство почему осталось провожать роды внешне окситоциновый наркоман признаюсь и много раз рожаешь да я рожаю женщинами я вам говорю я получаю такую же дозу окситоцина и счастливый человек но я иду домой а мне взрослые дети которые спят всю ночь сами едят сами ходят в туалет советую если вы не уверены потянете ли вы еще детей идите в довольство сопровождаете роды помогаете женщинам роддомах и может быть вас отпустит но меня не отпустила я все равно хоть наступает этот момент когда ты понимаешь что они самостоятельные понятно что это условно но они сами едят хоть в туалет если школа не школа садик и ты ты сидишь дома и ты такой ничего нет так когда но это не объяснить мне кажется этого нету объяснение это ну как я говорю своей сестре это не лечится это нельзя вылечить ты не можешь просто взять и не хотеть но почему ты хочешь знаешь что плохо ты не спал ты злой ты не сниму на факт это человеческая природа ну наверно слава богу что она такая иначе нам бы всем вымерли мне мне наоборот вот нет возраст до полутора лет до когда ты кормишь когда особенно вот вот эти моменты когда он начинает ребенок ходить и ты постоянно с ним за ручку чтобы он там не упал там еще что-то особенно вот у нас церкви многих залах где мы были там были ступеньки и ты просто все собрание с ним вверх вниз вверх вниз вверх вниз я хочу с людьми чуть-чуть пообщаться хотя бы со взрослыми вот но у нас мы реально вот во первых ну как бы я первого родила в 28 лет то есть я понимала что я например с возрастом да это все равно сложнее сложнее перестраиваться и это правда ну как бы это наша реальность мы хотели чтобы они были близко по возрасту реально потому что меня брат был и мы прям тусили вот все детство мы любили там играть друг с другом вот и поэтому у вадика например сестра она на 7 лет младше и он говорит я всегда вот как бы она когда родилась мне было семь лет я пацан короче в школу хожу я вообще не понял что произошло у нас дома я вообще не заметил этого вот поэтому мы реально хотели вот таких двух но как бы друзей да то есть мы не знаю что девочки все будут сюрприз короче но мы хотели бы друзей чтобы они вместе росли чтобы они вместе тусили чтоб ну короче вот и мне кажется многодетной семьи мы вообще хотели пятерых да ну как бы я начала рожать 28 поэтому как бы такая ну ладно закончим пораньше вот но а третье реально я помню момент вадик всегда смеется короче у нас реально случайно получилось потому что как раз ариэль это наши средние было полтора года или около того да то есть она только стала вот самостоятельно вот этот милый возраст и такая думаю но только вот я вроде бы посвободнее чуть стала я только вот как бы она спать начало все вот эти вот моменты я только выдохнула я помню вот как бы что я начинаю понимать что я беременная такая это короче чувство которое я еще очень хорошо помню то есть я без теста могу определить что я беременна я короче сделать тест и смотрю там такая прям жирная все уже полоска на весь этот тест я открываю дверь и захожу вадик в ванной как раз бреется я открываю дверь и такая вот поэтому третье мы не не планировали но реально вот вот я вообще не представляю как вообще без нее вот и мне кажется что мы даже ну я бы даже возможно не решилась куда вот как бы на третьего ребенка уже вот но я вот сейчас вообще не представляю как как без нее то есть у нас такой вот на реально вот вся энергия которая мне кажется у нас осталось после двух энергичных детей вот она вся в ней и она просто вот такой мотор который нашу лодку просто вот поэтому не знаю мне кажется детям наоборот клёво вот то что они друг у друга есть но понятно что решилась на 2 это хорошего у меня очень интересно у меня есть чувствование что должен прийти ребенок в семью я когда рожала авеля это было очень сложно я вспоминала всех подруг ну и сразу после родов мы с мужем договаривались что у нас будет ни один ребенок ну два минимум потому что я с сестрой росла вместе я знаю как это классно и мне кажется это очень обидно одному ребенку в семье и не полезно вот если как бы есть возможность силы и вот это вот все лучше рожать еще вот и мне было очень тяжело очень но я чувствовала что должен прийти еще ребенок в семью мне было сложно решиться потому что мы спать начали только полутора годам и до полутора лет мы все время качали его на руках нет было очень тяжело сын у меня родился 3 930 вот ну и мы встретились с ребятами у которых двое детей с разницей в три года идентичная история как у нас они не спали и она горит я не спала просто два года игру как вы решились на второго они говорят да мы подумали хуже не уже не будет я говорю что она играет я не сплю уже 6 оказывается хуже и вот здесь вот антоша мы готовы пойдем у меня грела мысль что одинаковых детей не бывает и это мне позволил решиться и это правда у нас родился второй ребенок который я вот что-то готовлю сейчас я приду по времени уже по режиму укладывать он заснул посреди комнаты его невозможно было укачать это единственный способ успокоения который я знаю который работал с первым идеально он выгибался отпустите меня в кровати я сам себя успокою это подарок и мне было очень интересно когда я рожу второго будет ли у меня это чувство что должен прийти ребенок в семью у меня есть это чувство что должен прийти ребенок в семью и я когда слышу других мам которые говорят мы родили одного и нам достаточно или мы родили двоих и нам достаточно я завидую их завершенности чувство завершенности что все как бы я не могу так сказать я чувствую что должен прийти еще ребенок в семью когда это будет будет ли по одному богу известно но также мы с антошей а вот сейчас дети подрастают представляем что вот они женились и вот у нас две семьи есть вот родственников и они приходят к нам в дом приезжают вот в две семьи и я думаю мало и еще я очень много общаюсь с разными мамами постарше у которых дети уже выросли и они мне рассказывают все одну и ту же историю что где-то плюс-минус 13 лет ребенок говорит а я с вами в отпуск не поеду то есть ты думаешь да бы вначале как бы поехать в отпуск без детей а потом ты расстраиваешься от того что дети тебе говорят что ну как бы все вы предки у меня свои тисовские и я поняла надо рожать себе все время вот этого 2 старшие сепарируются и должен быть кто-то все время на крайний случай завести собаку когда-нибудь может быть старости а пока пусть будут дети просто очень много зависит от ресурса и семьи и опять же физического насколько ты готов и у меня мне тоже когда я думаю об этих как раз вот они вырастут и особенно знаете когда тебе уже там мехи четыре с половиной мне завел когда у меня будет свой дом я думаю ты хотя бы в шесть будет вот и такой все равно возьмите я поэтому сейчас даже когда вот сложные очень моменты когда вот ты можешь каждый казаться что-то день сурка бесконечен что ты не понимаешь зачем тебе начинать новый день то что будет такой же ты опять положишь эту еду которую не не будет ты будешь варить и макароны которые не вот это вот извините кажется бесконечно но я знаю что вот самый для меня несправедливое в мастеринстве что ты их не помнишь вот и смотришь видит муж блин а я уже не помню какой он был это для меня вот сама не завидлива тебе кажется вот там ты качаешь первое своего ребенка ну справишься ваш мам а как в этом дело а я не помню а как это можно забыть ну то есть тебе когда ты сутками с ним тебе кажется ты не забудешь этого никогда и вот почему я сейчас выбираю вот прям быть с детьми много что я буду знать что я была с ними полностью может быть я не помню этого но я буду знать что я вот этот момент вот этого их детства прекрасно буду смотреть видео и понимать что я там была полностью вот прям и вот это классно это вот наполняет потому что я вот на данный момент сейчас вот у меня есть это чувство что я пока все потому что два огромных пацана это сложно во первых мне просто сейчас очень больно жить потому что один кронотавр который тебя со всей силы в бочину бьет 2 господи как на вас не орать а просто от боли знаете ты когда моя главная шутка что тебя учат не кричать на детей а то что как бы ну там или защищать а то что они тебя будут избивать со всей силы говорит ну мамочка еще пять минут ты такой вот и вот там к это когда полностью в этом находишься думаешь окей может быть достаточно мне есть кого любить но я вот в этом полностью поэтому классно когда вот есть это чувство что ты но не бежишь куда-то а вот у тебя есть это наполненность это классно когда меня пытались утешить другие мамочки и а мне в этот период было так тяжело мне говорили юля наслаждайся это время быстро закончится мне хотелось конечно их убивать потому что мне хотелось правда скорее вон туда где быстрее это все закончилось но это правда так быстро закончилось моему старшему 7 и я такая погодите через три года грязи и скоро до уже остановите пожалуйста время пусть она чуть медленнее и я беру с младшего слова что вне плыть ладно я я уже понимаю что такое просить не надо но я говорю давай договоримся что когда ты станешь даже взрослым дядькой ты все равно также будешь меня обнимать и говорить мамочка беру с него слово подрастет научиться писать буду брать расписки спасибо девочки большое за ваш разговор мне очень хотелось чтобы этот разговор увидели разные мамочки у которых по-разному и получили ободрение что и так бывает и так бывает и так бывает и со мной все со мной все нормально и что и это проходит и что мне все равно будет хотеться еще даже если сейчас очень тяжело надеюсь это так и сработало ну и подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите обязательно комментарии пусть это видео увидит как можно больше девушек я знаю что она будет полезным друзья привет спасибо большое что смотрите это интервью я просто хотел коротко напомнить вам что если вдруг где-то внутри вас проснется непреодолимое желание поучаствовать как-то в работе в нашем проекте вы всегда можете это сделать поддержав нас финансовые с несколько возможностей мы подготовили как откуда из разных стран из россии не из россии на постоянной основе например у нас есть patreon где вы можете ну так стать нашим партнером и просто каждый месяц по чуть-чуть по чуть-чуть жертвовать на наш проект и мы сможем расти уже как-то рассчитывать на эти деньги какие-то бюджеты составлять и как-то расширяться и расти ну или можно разовое пожертвование тоже на карту скинуть или что-то такое мы любой помощи очень благодарны если вы обращали внимание в конце каждого видео интервью семьями мы сделали такую небольшую благодарность мы как бы и хотели очень поблагодарить но не хотели лишать вас благословения то есть мы пишем имя и первую букву фамилии чтобы вы сами поняли что вы там есть и мы вам очень благодарны но не пишем во всеуслышание кто нам чтобы левая не знала что делает правая ну понимаете да вот такой хитрый располовинили вот если вы уже являетесь партнером нашего проекта и если вы поддерживали нас даже один раз мы очень очень сильно вам благодарны спасибо большое мы все эти деньги тратим на проект на съемку на монтаж на какие-то поездки оставить детей с няней чтобы снять что-то ну и короче вот все это идет туда и мы еще раз вас сильно-сильно благодарим и напоминаем что по ссылке в описании можете пройти на небольшую страничку где есть все возможности которыми вы можете воспользоваться чтобы нас поддержать